До сих пор, всякий раз, когда нам надо было прочитать какие-то пользовательские данные, мы производили чтение с клавиатуры. Однако это иногда неудобно, иногда у нас есть файл, из которого мы хотим прочитать данные. Как можно осуществлять такое чтение? Во-первых, нужно подключить файл к вашей программе. Это можно сделать с помощью функции open, которая принимает в качестве аргумента имя файла. В общем случае, полный путь к этому файлу. Если некой параметр дальше не указан, то файл будет открываться на чтение, либо можно явно указать параметр R, указывая на то, что мы открываем файл на прочтение. Этот файл связывается со специальной переменной, которую мы как-то называем. И дальше, используя эту переменную, мы можем осуществлять чтение, например, построчное. Функция redline осуществляет чтение одной строки. Таким образом, если у нас файл содержал несколько строк, то в переменную s1 у нас поместится содержание первой строки, в переменную s2, соответственно, содержание второй строки. Когда мы прочитали весь файл, или когда у нас отпала необходимость в работе с ним, мы должны закрыть файл для того, чтобы освободить ресурсы. Это делается с помощью функции close. Также есть специальная конструкция для того, чтобы осуществлять чтение данных из файла, вообще работу с файлом. И эта конструкция позволяет сама закрыть файл. Работает она следующим образом. Мы указываем ключевое слово this, дальше указываем функцию, которая осуществляет открытие файла, и указываем, с каким именем переменной связываем этот файл. То есть в данном случае open это то же самое, что у нас написано здесь. Дальше внутри этого блока with мы можем осуществлять работу с этим файлом. Как только у нас этот блок закончился, файл автоматически закроется, дальше с файловой переменной inf уже работать будет нельзя, файл уже будет закрыт. И такой способ на самом деле рекомендуется для работы с файлами, потому что он более удобен. При чтении из файла часто бывает удобно использовать некоторые функции. Первая функция strip используется для того, чтобы брать все служебные символы при чтении строки. Дело в том, что когда вы осуществляете чтение строки с файла, у вас в конце в строке будет добавлен символ slashn, означающий переход к следующей строке. И часто нам удобно избавиться от этого символа. Помимо этого в конце могут находиться пробелы, какие-нибудь символы тубуляции. Эта функция strip позволяет избавиться от всех таких символов, стоящих с обоих краев строки. Например, для вот такой строки мы получим строку abc. Другая полезная функция позволяет построить полный путь к файлу. На самом деле при чтении файла мы можем указывать не только имя файла, а полный путь к нему. И для того, чтобы указание полного пути или относительного пути работало корректно в любой операционной системе, можно использовать вот такую функцию os.pav.join, которая принимает в качестве аргументов несколько строк. Это может быть какая-то папка, какая-то подпапка и имя файла. Может быть несколько подпапок. И все эти части функции склеивают в один путь к файлу. То есть вот такой вот результат получится для операционной системы Linux. Если Windows, то у вас, соответственно, будут слэши в другую сторону. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, надо подключить модуль os. Но про модуль я поговорю в следующей части подробнее. Давайте рассмотрим, как можно прочитать все строки из файла. Давайте воспользуемся конструкцией with, для того, чтобы открыть файл input.txt. И дальше для чтения всех строк мы будем использовать цикл for. Это тоже достаточно стандартная конструкция для чтения всех строк. Мы просто таким образом можем итерироваться по всем строкам в том порядке, в котором они записаны внутри файла. То есть переменная line здесь указывает, сначала будет принимать значение первой строки, потом второй и так далее до конца. Для того, чтобы убрать символ слэши в конце строки, здесь я вызываю функцию strip. Если мы после этого увидим line, то в результате увидим, что такой фрагмент программы нам напечатает на стандартный вывод содержимое исходного файла. Для того, чтобы записывать файл, мы можем использовать функцию write. Точно так же, как в случае чтения мы открываем, первым делом открываем файл на чтение с помощью функции open. Только теперь в данном случае нам нужно обязательно указать режим открытия букву w. Дальше, для того, чтобы записать какую-то строку, мы можем указать эту строку в параметрах функции write. В отличие от функции print, которая по умолчанию переводит строку, переводит указательную каретку на следующую строку, тут нам надо явно указывать слэши для того, чтобы строка была переводена на следующую. Также, в отличие от функции print, для того, чтобы вывести число или какое-то произвольное значение, нам нужно явно его преобразовать в строку, то есть вызвать функцию str. Например, чтобы вывести число 25, мы должны написать write.str от 25. И, наконец, в случае записи файлов, нам также обязательно надо его закрыть. И есть тоже стандартная такая конструкция для записи файл. Мы можем использовать конструкцию with, где открываем файл на запись, связанность файловой переменной, и внутри у нас блок идет, где мы работаем с этим файлом. Таким образом мы с помощью такого блока локализуем всю работу с файлом, дальше у нас после этого блока работы с файлом уже не идет.